итак всем привет ребят и сегодня мы поиграем в gta 5 ну и что хочется сказать им о сюжетной линии данной игры итак мы решили встретиться со своим неким старым другом сожалению когда-то вместе мы якобы ну на месте майкла майкл со своим скажем так друганом ну были некой некой банды и грабили собственного банки вот собственно и они и занимались занимались гребежом и как мы видим это вроде лестер или как его зовут он занимался ну как бы подгонял работу то есть находил определенный банк выискал какая-то система защиты и прочие прочие вещи охранников и так далее скажем так подгонял в общем работу нашим бандюганом а вот эти ребята майкл главный наш герой он собственно занимался тем что у меня с друзьями они как бы грабили грабили эти банки собственно делили там денежки уже как говорится между участниками своей банды группировки собственно как то так вообще тема денег она такая тема как бы абстрактная в каком-то плане поскольку если взять некоторые страны которые имеют огромное количество денег задолженность скажем так есть некое понятие как долг страны внешний долг страны и страна некоторые страны продолжают некий внешний долг то есть увеличивать его понимаете то же самое что вы берете кредит в банке бесконечно но это уже делает государство бесконечно берет деньги в кредит и вообще не платят его собственно как вот некоторые страны этим занимаются и поэтому вот эти ребята когда посмотришь на людей которые пытаются где-то кого-то ограбить убить и дабы получить денежки с этого как говорится то есть они выглядят немножко смешны на фоне всего этого в общем вернемся к некому сюжетам и за то что якобы вы стреляли как его подгонит на некую работеночку поищу под ищет банк он просит нас сделать некое задание некая с просьбой так как он ненавидит какого-то там определенного человека то мы должны поехать и собственно сделать очень и очень нехорошие вещи вот дабы убрать но не конкурента собственно ненавидит человека для вот этого нашего знакомого который собственно не должен подогнать нам работеночку но здесь я угнал вот такой вот машиночку в гитаре очень неплохая собственно поедем но и на но на то место где нам нужно скажем так и выполнить это задание собственно поставленное перед нами и так если углубляться в некую тему то у нас вот некий друган который там должен подогнать там работал он именно но программист и чувак прошаренный в компьютерах но опять-таки повторюсь им точнее уточню это тобой программисты и прочие чуваки по большей степени вот я работал в такой структуре как бы прекрасно знаю понимаю где техподдержка забивает на всех и вся плане вот когда люди жалуются у нас что-то не работает и что там нужно понимать что вы жалуетесь как вы и пишите свои заявки тем людям которые взяты на работу и вообще по сути по барабану изначально так что и как везде конечно по разному но большому счету они воспринимают этого еще один там жалуются короче ему что-то не нравится и как-то так в этом плане и но это касается техподдержки а сами же программисты это довольно таки в каком-то плане немного странноватые люди поскольку у них совершенно другая мета психологическая некая физиология они постоянно нагружены какими-то заданиями что-то у них там то есть умение сконцентрироваться это прежде всего собственно как-то так и заезжаем мы здесь по сюжетной линии нашей игры в магазинчик для того чтобы переодеться и дабы ну прикинуться неким программистом хотя конечно по виду этого человека точно не скажете то что он хоть какое-то отношение имеет повод к программированию и прочее поскольку опять-таки человек работает программистами нет как бы да то есть это зависит от психологии психологии умение соображать анализируйте прочим прочим то есть прежде всего умение соображать и анализируйте концентрироваться ну это ладно это отдельная тема и здесь мы как бы выбираем некую дежонку мы соврали майкл точнее наш некий положительный герой соврал что будь его кого там ищет работенку новую вот и ему нужно как бы что-то помоложе одеть но здесь вообще задача игры познакомить нас с магазином что такое магазин в нашей игре и как в нем совершать покупки собственно как-то так то есть в реальной жизни вообще увидите магазин покупаете одежду себе что-то что вам понравилось варфейсе же хоть точнее не варфейсе в gta 5 здесь нужно использовать вот эти некие стрелочки дабы сделать некие переключения кстати вот неплохо повесили неплохие анимации поскольку когда мы выбираем какую-то одежду как бы он смотрит нравится ему не нравится ну что-то типа этого типа все не нравится вот такой вид типа фигня типа ну и собственно нажимаем интервью как выбираем одежды там вот якобы для того чтобы смахивать на некого студента программиста что-то помоложе собственно как то так ну конечно на морде майкла написано что он бандюган такой человек который способен применить физическую силу вот прямолинейный довольно таки очень жесткой и ему там на всякие там и гуманности и человеческие так вещь ему просто по барабану то есть реально этому человеку просто взять как бы не знаю там дубину какой-нибудь или автомат и идти в бой и решать именно дела вот силы но это некая американская европейская но больше американское поведение поскольку мне прикалывает всегда когда фильмах например ребята попадают на необитаемый остров какой-нибудь их ждет некая какая-то опасность и они просто занимаются тем что решает кто у них будет главный и когда один их главный завел их куда-то не туда то они начинают выбирать другого главного и посознимается тем что доказывает кто у них там будет главный прочее хотя в общем то у них основная цель выжить вот это по моему касается физики фильмов хищник ну или некоторых там ужастиков вот собственно как то так задача общее именно выжить но здесь наша задача проникнуть в некую компании life invader вот возможно неправильно прочитал ну и собственно сделать что-то нехорошее на его ходе здесь чувачок сразу видно программист ну когда мы работали кстати я работал помню с алексеем и мы тоже всегда там выходили он курил я не курил как бы по жизни они не пью не курю и поскольку они считают неправильным тратите отведенное мне жизненное время грубо говоря на то чтобы там бухать и издеваться над своим мозгом по сути вот употреблять спиртный напиток поэтому делать этого не буду ну и собственно также они курю но мы уходили поскольку нужен именно отдых отдых мозгу поскольку когда-то все время соображаешь и все время загружен мозги просто в течение там через месяц где-то мозги у тебя настолько устают что пытается любыми способами перейти на некий уровень навыков поскольку когда ты как бы психологии человек устроен так когда вы соображаете вы все равно пытаетесь перевести на уровень навыков то есть делаете какой-то какие-то определенные действия в плане программирование там есть что там все все-таки это переводится на уровень навыков то есть знаете как написать ту функцию так далее так далее но выйти покурить это передохнуть где-то пройдись это за счастье заходим и как бы втираемся в доверие здесь программистом показан полным придурком я смотрю на мой взгляд а извиняюсь за грубость поведение такого программист говорит о нем что он просто лодыри программист это больше упор от идеи который работает за деньги понятно и некой погоней за знаний и здесь на компьютере мы выполняем некое задание задания ужас какая фотография там картинка блин еще это бред задача в том чтобы удалить эти все вирусы якобы способом запустить антивирусы справились мы с заданием ну видите да программист нас полный некий прибабахнутый чуваки на мой взгляд это в поведении никак не указано не укладывается с программистом поскольку играем программистов но не ведут себя так зачастую да не могут немного прибабахнутые быть но не до такой же степени чтобы все сидели и напевали песенки здесь я не понимаю куда идти немножко здесь какой-то у них якобы собрание некий штурмовой и там как я уже не помню эту фразу что у мозга там или еще что-то мозговой штурм какой-то это как эти банальные смешные вещи поскольку на мой взгляд все-таки нужно что-то делать реально а не сидеть и заниматься тем что придумывать какие-то новые фразы и мы проникаем в это место в которое нам нужно то есть тогда бы совершить какую-то свою злую нехорошую вещь в общем ну и что-то сделаем вставляем какое-то устройство некое здесь немножко подвисанул у меня видео ну и собственно забыв забыв даже рюкзак вот мы выходим хотя это уже подозрительно вроде зашел собственно наша задача тихонечко покинуть это место типа гудбай там запросы втерлись доверия тут немножко не туда пошел к сожалению вот уже забыл как все сюда пара не будем вспоминать по этой лестнице и наша задача просто скрыться с никого места не скажу что место преступления с точки зрения закона в принципе да и поскольку дальше будут развиваться не самые такие приятные вещи и в жизни они в принципе глупы наверное поскольку это как бы в игре только можно из-за какого-то каприза можно там убивать человеком на мой взгляд жизни это просто проще забить и грубо говоря так делать что-то своим ну вот собственно мы отзваниваемся нашему лас-нестеру в общем потому что мы сделали то что он просил вот и собственно нужно уже сейчас ехать домой кстати там когда угонял машину стекло здесь развил поэтому немножко неприятно разбитым вот но остальном же игра прикалывает поскольку можно вжиться на минуту представить то что это реально вот видишь машину там некая виртуальная реальность поскольку вот изначально когда-то давно когда компьютеры были в новинку это было действительно что-то новое то есть когда человек якобы находится виртуальная реальность и там что-то придумывали там в одном плане были такие фильмы странноватые на мой взгляд поскольку это было странно и непривычно для скажем людей того времени когда ты садишься за компьютер и просто погружаешься в эту некую виртуальную реальность собственно как-то так но с учетом очков и прочего 3d очков вот этих да то есть в принципе это есть в каком-то плане но это уже отдельная тематика и к ней общество спад спокойно скажем так привыкла и 3d игры это обычно такое нормальные вещи для нас заезжаем в гараж то есть благо дом оказался недалеко от этого некого центра вот ну и собственно идем смотреть телевизор так как задание мы еще до конца не выполнили нужно его дать делать собственно как то так и здесь заходим до видим дочь по моему дочь смотрит телевизоре смотрит какой-то шоу и мы собственно как-то отбираем у нее пульт прогоняем ее . с длится соответственно тем не менее вот такие вот семейные отношения и нам нужно здесь переключить канал я сразу не въехал чуть-чуть и как и вот собственно попал сразу на тот канал как я понял здесь что-то еще нажимаю там но нам нужно позвонить а в тот момент когда вот этот чувачок который представляет некий там то ли айфон то ли какой-то телефон что-то типа этого он даже нам мы должны позвонить и что случится по заданию но фишка объясню ребяту то разница вот эти айфоны 5 6 7 это некий по большому счету рубреник то есть такое понятие когда задача определенных людей просто продать это как бмв 5 6 там и прочее может немножко ошибаюсь но фишка в том что создавали якобы создают якобы новую модель меняют циферку грубо говоря да если 5 6 ставят что-то изменяет в дизайне но кардинального кардинальных изменений нет при этом людей заставляют покупать новый продукт хотя разница в принципе особо нету между старым и новым продуктом а разница ли с том что человек с новым продуктом может сказать у меня циферка 6 там у тебя 5 а у меня вот в циферке 6 ей такие-то какие-то плюшки новые как бы да они не особо нужны у меня циферка 6 типа бх 6 а у тебя 5 поэтому нужно понимать в этом плане аналогии то есть вещи нужны для того чтобы не пользоваться они для того чтобы ходить и хвастаться перед друзьями ну кому как если честно я например никогда не буду бежать и покупать макбук ковыряться в нем и говорить у меня макбук это круто здесь короче до меня дошло что нужно звонить я не ступил горе честно вспомнил как доставать телефон здесь вот и пытаясь позвонить зайти в телефонную книжку там найти там или вот этого человека кому надо позвонить не сразу ему вспомнил там как-то в общем но тем не менее смог разобраться здесь так там какой-то джон либо что-то типа этого так набираю идет звонок вызов так он нажимает ответить и телефон взрывается из реальной жизни ребят из реальной жизни я единожды только слышал такое то что мужчина с женщиной прогуливались на улице там как-то и нашли телефон то есть это были где-то 90-е годы они взяли этот телефон подобрали включили его и телефон взорвался я не помню ну пострадавшие были по-любому там но погибли они или нет вроде бы даже кто-то погиб по моему но это было в 90-х годах а в 90-х годах у нас была полнейшей демократия был беспредел такой что мало не покажется поскольку государственные структуры как больного организма пришли плохой состояние скажем так ну здесь видос про то как мы уничтожаем якобы вы обкурились и уничтожаем вот этих каких там инопланетян наверное но сейчас самой был как бы по сюжету курит говорю сразу я никогда в жизни не курил ничего подобного там всякие травки то вот эту всякую фигу я не курил и я не могу ничего вам рассказать про это я но были студенческие годы я буха был бы но когда ты куришь это как бы по-другому совершенно то есть как я понял вот мне рассказал к сожалению меня здесь по моему вот эти монстры некие захватили там или что там я здесь проиграл как бы первый раз но по словам моего друга который пробовал курить и знает что это такое вот скажем так одного из друзей по его словам дал мне очень ценную информацию я как бы понял что когда ты куришь ты не можешь себя контролировать то есть ты где как бы ты наблюдатель то есть твой ты как бы как бы объяснить некое раздвоение личности ты пытаешься что чем-то управлять собой но не можешь этого делать то есть как будто вот организм сходит с ума и начинает там то есть ты можешь идти на дорогу хотя ты не хочешь этого то есть ты боишься например идти на дорогу ты понимаешь что тебя собьет машина но ты как так как ты укуренные по сути ты специально идешь туда вот как бы объяснить это как во сне например ты не хочешь что-то сделать понимаем что это может привести к тому что ты погибнешь но так как ты обкуренные по сути да то есть ты не можешь этому сопротивляться пусть ты делаешь то что то есть как бы находишься в неком неуправляемом человек что-то типа этого то есть я понял что это не самый лучший вариант что-то говорить там и никакого ты удовольствия от этого особо не получаешь по сути это просто будешь организм и получаешь наблюдаешь за тем как твой организм там неадекватно реагирует на какие-то вещи там и буквально делает все что хочет то есть но не знаю я не скажу что это хорошо вот и опять-таки не нужно вот следовать на мой взгляд фразе типа бери от жизни все пи курисе каис там индейцы тоже пили бухали вот здесь индейцы взять и которые в америке жили на континенте изначально там жили индейцы они тоже бухали вот пили огненную воду в фильмах нам показывали какие индейцы плохие хотя они всего лишь жили на своей земле вот и когда пришли другие люди с оружием они обороняли свою землю но тем не менее вот произошло так как произошло и буквально индейцев совсем не осталось кстати дать чукчи в советские времена тоже запретили под любым предмогом ввозить на территорию чухотки где живут чукчи и спиртные напитки поскольку чукчи в силу с они очень быстро привыкают к спиртному напитку очень быстро они подсаживаются на это быстро спиваются ну как то так ребят прошли мы эту миссию всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока